МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока город спит, троллейбусное депо готовится к работе. Трудовая смена Олега Сорокина начинается, когда за окном еще темно. До пяти утра Олег проходит медкомиссию, получает путевой лист. На маршрут водитель выйдет с рассветом. Любовь уже стоит в кассу за катушками билетов и разменом. Впереди нелегкий рабочий день. Во Владимир-пассажир-трансе трудится почти 800 владимирцев. И каждый готов выйти на бахту и в будни, и в выходные, и в праздники. Здесь менять нечего. Здесь работа как бы налажена на маршрутах, на всем. А начиналось все в 1952 году с 12 водителей и 12 кондукторов. Торжественное открытие движения состоялось на площади Свободы 7 ноября. В день празднования годовщины Октябрьской революции. Вот он, исторический момент на страницах областной партийной газеты. По маршруту номер один от кинотеатра «Буревестник» до химического завода курсируют пять машин. Протяженность контактной сети почти 12 километров. От конечной до конечной билет стоил 80 копеек. За платы следили кондукторы и контролеры. Зинаида Алексеевна примеряет форму тех лет. Большая сумка для мелочи, значок контролера и халат. Не красили. Нам всегда новые халаты. Каждый год давали новые халаты. Если порвешь, мы не зашиваем. Пойдем, на складе нам новый халат дадут. Да нам форму давали. Форму. Как эти на самолете летают эти сардессы, так и мы ходили. Восемь часов утра. Во Владимире час пик. Любовь пробирается между пассажирами. Иногда ей приходится работать и психологом, и спасателем. Вместе с водителем Олегом Сорокиным. Однажды спасала человеку жизнь. Не работа, а остросюжетный боевик. Какой-то неуравновешенный гражданин с ножом угрожал пассажирке расправой. Она сидела в углу, вот как раз на этом сидении. Он сел рядом, вот, приставил ей нож. Бог. Она, значит, это самое, я хожу, обелечиваю, она так тихонечко мне говорит, кондуктор, вот этот мужчина мне нож приставил, скажите водителю. Увидел то, что у него рука в крови, и нож у него был подставлен. В руках держал, подставил под ребро женщине. Отвел руку у этого человека. При этом женщине сказал, чтобы она по-быстрому ушла. Конечно, это история из ряда вон. Владимирский троллейбус – один из самых безопасных видов общественного транспорта. Но следить за порядком приходилось всегда. Это сегодня городские троллейбусы и автобусы конкурируют за пассажира. А в советские времена загруженность рогатых была колоссальной. Поначалу на работу люди ездили даже на крыше троллейбуса. В конце 60-х в городе было уже больше 100 единиц электрического транспорта. На улице Гастелло пришлось строить второе депо. Открывались и новые маршруты, исторические кадры. Июль 1961 года. Торжественно открывают движение в загородный парк. Виктор Кузьмич Макаров тогда работал водителем как раз на новом маршруте. Вспоминает. На первых троллейбусах в честь открытия бесплатно катали всех желающих. Маршрут в загородный парк был одним из самых сложных. Рейс туда и обратно занимал всего 28 минут. Ехать приходилось с горки. Аварийность зашкаливала. Тогда ходили еще маленькие двухдверные МТБ-82Д. Всего на 60 пассажиров. Управлять ими было неудобно, вспоминает Виктор Кузьмич. В зеркала ничего не видно, руль не слушается. Плюс еще и перебои с электричеством. Подъезжая к установке спорья, там уже под станцией, видать, слабо было. Ну вот, как циркач. Панели эти приоткрытые. И вот палочкой, контактор не включается, палочками включаешь контакторы. Ну вот, чтобы только добраться. Наши дни, 10 часов утра. В службе энергохозяйства аварийная ситуация. На линии без электричества встали троллейбусы. Я вижу, что у меня вот авария по станции номер 7. Вот я захожу в нее, вот она мне мигает. Вот она мне открылась. Я посмотрел, да, фидерный автомат отключенный. Нагрузки на нем нету. То есть троллейбусы у меня встали. Вот я ему даю команду на включение. Включился. Постранение неполадок контролируют с единого пульта. Уже четвертый год на подстанциях «Владимир пассажир транса». Режим телеуправления. Система энергоснабжения владимирских троллейбусов признана одной из лучших в стране. Информация в таблице отображается с точностью до секунды. Все действия записываются в электронный журнал. Причину неполадок можно отследить, не отходя от пульта. А вот исправление неполадок уже на совести ремонтной службы. В ней трудится 120 человек. Ремонтники обслуживают более 130 единиц техники. Каждое утро обязательная проверка перед выходом на линию. Исправный транспорт – залог безопасности пассажиров. Данный троллейбус зашел со следующей заявкой. Заявка была от водителя, неисправная ступицам. Сейчас мы должны снять колесо. Сейчас снимем ступицу. Сначала обнаружим неполадку, а потом будем ее исправлять. Чтобы было чем исправить, Иван Иванович с утра уже за станком. Здесь работа каждый день новая. Модели троллейбусов в парке разные. Запчасти для каждой свои. Сегодня токарь делает крепеж венгерского болта. Деталь нужна для крепления колес. Без нее троллейбус не поедет. Вот сперва, значит, головочку точу, потом протачиваю подрежущую часть. Вот такая деталь получается. Потом я на ней буду нарезать резьбу. А фрезеровщик уже будет фрезеровать квадрат. В принципе, здесь деталь ко всем надо внимания. Это подвижной транспорт, вы сами понимаете, на них возят людей. Так что тут брака не должно быть. Мы можем теперь отследить, куда троллейбус ушел без вашего веда. Вы этого не могли отследить? Нет, этого не было у нас. Вам интереснее стало. Мы утром отслеживаем первые выходящие машины. Нам очень хорошо видно, куда он пошел, где он мог сломаться, остановиться. Отслеживаем интервалы, отслеживаем графики. Полдень диспетчерская. Александра Прохоровна сегодня изучает, как ее коллеги работают с системой ГЛОНАСС. Ветеран троллейбусного движения отдала диспетчерской без малого 50 лет. Но таких технологий не застала. Трудилась сутки через трое. При этом в обязанности входила и проверка работников. Так выглядела в те годы медкомиссия. Берешь путевку, свернешь, дыши. И вот диспетчер. Я узнавала, кто чем даже заел. Кто, значит, лаврушкой, кто пшеном, кто газетой. Газету даже водитель Гусев был, газету жевали. Теперь, значит, масло подсолнечное запивали. Сегодня половина коллектива АО «Владимир Пассажир Транс» – это кондукторы и водители. Раида Котова собирается на работу как на праздник. Новый год, День защитника Отечества. Она всегда при параде. И пассажиров у дверей встречают с песнями и стихами каждый красный день календаря. У меня сразу приходится экспронтом. Я ничего не придумываю. А вот сразу раз, вот заходит человек с какой-то поклажей, у меня сразу письма. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Кондукторов и водителей сегодня не хватает. «Владимир Пассажир Транс» обещает новобранцам стабильную зарплату, полный соцпакет и дружный коллектив. Как бы ни было трудно, не обманывают и даже готовят подрастающую смену. В 16.30 в троллейбусном клубе дети сотрудников готовят концерт. За 65 лет на предприятию уже сформировались свои трудовые династии. Ну давай, где он здесь? Около зебры должен быть, да? Да. Это какой знак? Ну, все, да, он на спеет, это ламбаум. Со шлагбаумом, да. А давай без шлагбаума, да. А без шлагбаума он какой? С поедом. Владику всего 4 года, но он уже рисует троллейбусы и знает знаки дорожного движения. Хочет стать водителем в третьем поколении. Его дед Сергей Пескунов был победителем всесоюзного конкурса молодых водителей. По стопам Сергея пошел и Алексей Пескунов. В 2016 году на всероссийском конкурсе водителей троллейбусов взял номинацию «Культура обслуживания». Если честно, водить я троллейбус научился в 13 лет. А получалось как? Мама у нас тоже работала в троллейбусе, но и получалось, что из детского сада меня забрать было некому. Нас воспитатель выводила к центральному рынку, к остановке. Этот садик был у нас, где сейчас медицинский колледж базовый. Она выводила, дожидалась, папа приедет, она меня туда к нему и все. Сегодня Владимир пассажир «Транс» обслуживает 11 городских маршрутов. Под брендом муниципального перевозчика по городским улицам курсируют 39 автобусов и 94 троллейбуса. Владимир – это родное предприятие, любит и ценит. Получается, что троллейбус – это вид транспорта для пенсионеров и всяких остальных пожилых людей. Значит, он должен быть обязательно, чтобы они могли ездить по льготным проездным билетам, потому что на автобус не у всех хватает. И у меня единственное пожелание, чтобы они ходили побольше и почаще. Все-таки это такой транспорт, которым пользуются люди. Бывает, даже троллейбусы быстрее и лучше идут, чем автобусы. Хотелось бы, чтобы троллейбусы были не совсем древние, чтобы их как-то все равно народ пользуется, и чаще даже сейчас у многих проездные. Последнее обновление троллейбусного парка было в середине 2000-х годов. Планы развития у Владимир – пассажир транса большие, но реальные. Кроме замены машин задумывается и о модернизации контактной сети. Это поможет улучшить качество перевозок и увеличить скорость движения. Но, разумеется, в рамках правил. Мы изучали опыт ряда других городов, таких как Волоб, Бурманск, где установлены контактные сети, спецчасти контактных сетей, стрелочные переводы, пересечения и так далее скоростного типа. Главное оборудование позволяет двигаться троллейбусом со скоростью транспортного потока, то есть не притормаживать, как вы замечаете, перед стрелками, перед крестовинами и так далее. В этом году у Владимира пассажир транс отмечают двойной юбилей. 65 лет со дня пуска первого троллейбуса и 10 лет с момента образования акционерного предприятия. Владимирский троллейбус идет, а точнее едет, в ногу со временем. Собрали первые машины на автономном ходу, планируют внедрить электронную оплату проезда. Но главное достояние предприятия – люди, а человеческий капитал деньгами не измеришь. Олег и Любовь возвращаются из рейса в родное депо. В городе уже темно. Завтра бригаду ждет еще один рабочий день. Выходить на работу нужно до рассвета. Город и горожане ждут и знают, что Владимирский троллейбус уже в пути. И вчера, и сегодня, и завтра. Всегда. Редактор субтитров А.Семкин